ну что ж доброго времени суток мои дорогие любители киберспорта и в частности real time стратегий с вами бани вур и сайт goodgame.ru очередной третий по счету выпуск рубрики warcraft best replace созданный для нас заботливым аспирантом который выуживает из-за кромов давно потерянные сокровища ну не без помощи ледокола который эти драгоценные жемчужины вместе с аспирантом каким-то образом достают из пещер из пещер сайта старого сайта goodgame.ru итак у нас с вами игра номер три эльф против андеда на карте теория нас ну и нас тоже и вас кири всех мочин играет за андена а за эльфа хан трасс шейк ни о чем они говорят эти ники поэтому я просто открою энергетик вот только знаем одно если это в c3 best replace значит нас ожидает неординарное умопомрачительное непредсказуемое развитие сюжета либо какая-то совершенно совершенно экстравагантная развязка герой пока нанимаются вполне стандартный эльф поставил агрессивный ауфа возле экспанда и заказал варденку но тиринаси это практически эльфийский дефолт быстрый криппинг варденки до 3 левела с деревами чем хороша варденка она да все герой ловкие герои нацелены на херакил герой очень мобильный подвижный может раздавать ауе спел такое как ножи может харасить рабов под блинком имеет совершенно безумный ультимейт в купе с пандой устраивает настоящий ауе апокалипсис войскам соперников в общем единственный минус варденки в том что она довольно ватная и сама подвержена нюку как бабушка подвержена желанию поехать на автобусе готовы конец города за помидорами которые на 1 рубль дешевле то есть очень сильно подвержен как я завернул андет тем временем пытается рыцарем смерти своим чего-то накрепить но варденки получается лучше выпадает соби маска ножей и вообще разного рода колдун ства тварденки станет еще больше и еще одно один агрессивный ау внизу на лагере наемников от эльфа наши воины в общем история старая как мир а вот посмотрите экстра околиты нет это не стратегия санчеса 18 околитов на майн это думаю будет застройка эти околиты они же узбекские женщины в халатах они пойдут вслед за своим предводителем и будут на проклятой земле возводить неведомые эльфу строения то есть вносить творческое разнообразие в архитектурный ансамбль эльфа как говорил знаменитый мастер трупа тут варден едва не умирает 22 хп отличный криппинг от эльфа тем временем варден жива разбойник гонит ее и арчу подальше но благо есть мунвеллы не очень хорошие девайсы у дк с обтуфли ловкости ему вообще не не по размеру на коня и и не натянешь наше скорее на продажу так а по моему проклятую землю взял дк я честно говоря да да он будет проклинать землю взял просветочку для того чтобы ходящихся арчей убивать и андет отправляется в гости к эльфу и вот тут у эльфа возникает проблема из-за того что он ну оплошал откровенно говоря обмешурился не сделал совершенно разведку не понял планов андета играл вслепую и не поставил сейфовый барак на базе андет проклинает землю и начинает строить здесь возводить зиккураты купили бой целая банда гулей прибежала с бревнами такие маленькие таурены и охотятся за варденкой варденка бита из мунвелов не пьет видимо закодировалась не знаю но страдает здесь варе у нее есть нож и блин единственный способ как-то отбиться от этого харасса это закидать ножом несчастного дыка пока тем временем кайлом убивает арчерку а овов у эльфа на базе нет тем более он закладывает нычку как мы видим и сейчас дыка мимо нее пробегает пробегает но ему никогда заскакивает на майн потому что за ним по пятам гонится смотрящая в ночь и сейчас отправить андета рассматривать стены алтаря да она это делает тем временем гули хозяйничают на базе у эльфа по полной программе вот так вот пьяных друзей на вписку позовешь они тебе все разнесут примерно тем же самым занимается гули совершенно бессовестное создание ломают мебель мебель бьют раритетные вазы зачем-то убили далее по шарам сейчас майну эльфа убивается тем временем нычка судя по всему построилась да и начинает оплетать рудник и здесь строится древо чудес почему эльф не подстраивает аовы есть него на это средство я не понимаю вот аов строится на проходе нужно и как-то тайно отстроить где-то в стороне и все виски как могут отчинивают мая но у них конечно не получится и варе здесь кровь износу ребята нужны ножи сейчас наступит день и судя по всему она сможет купить себе книгу забвения перекачаться на блин и ножи и поверьте мне тогда андеду не поздоровится но пока находится от арчи от гулей которые пытались окружить но это сомнительное удовольствие окружать варденку с блинком да еще и ночью да еще и без героя нет совсем ману варе ей нужно нужен мана реген либо и нужны манувеллы берет она гоблинского резака на подмогу потому что армию строить просто не откуда выдувает колодец выдувает колодец выкладывая маску соби это она сделала грамотно но маны не прибавилось если честно сожрали еще один аов эльфы нужно постоянно по-муновски подстраивать аовы иначе андед его запрессует запрессует до смерти потому что эти бобры погрызут любые деревья правда бобров становится все меньше и меньше благодаря ножу и вот здесь еще дирижабль берет эльф и сейчас друзья мы увидим праздник микроконтроля очередной колодец гули оскверняют наплевали в него и в общем разрушили до основания бегут возвращаются назад и тут андед понимает что-то здесь не так я у все эльфу бил а он не выходит и он терзаем и смутным сомнением рвется на экспант и видит что там тоже растут деревья не запланированные редакторами этой карты андед рад бы их убить но тут посмотрите что происходит варденко вместе с лесорубом на дирижабле устраивают андеду настоящую экзекуцию это инквизиция друзья в магазине нужно купить ману срочно деньги на это есть прочитать бутылек прокачать ножи и устроить андеду харакири здесь устроить андеду веселье по полной программе магазин съедается почему-то не чинится но резак с варденкой с дирижаблен продолжает буквально высаживаясь по одному удару по гулькам наносить и снова запрыгивать на воздушное судно и вот так повторяют до бесконечности дк в шоке гули просто ошарашены до глубины души такого они фокуса никогда не видели и андед лишается всех своих гулей посмотрите у него их практически не остается койлом подлечивает одну по одной атаке буквально по одной атаке и гонят резак с варденкой таким вот невероятным просто ошеломительным способом отбились от харасса здесь два ова давай заходи только хотелось бы вот очень много золота у эльфа нужно залетать в магазин нужно покупать у варденки есть блинк нужно переучиться на книгу забвения купить инвул купить не знаю свиток наверное здесь не нужен купить сапожки и ножами она бы давно уже здесь раскидала эту жалкую стайку гулей снова дириж бомбель андед уже подумывает о том чтобы построить финда с вебом потому что как контридирижа были он не понимает ну или горгулю надо подстроить одну одну горгулю иначе этому конца и края не будет минус очередной аов но рядом с вам легло несколько гулик он это заканчивается уже терпение ресурсы и подрывники я слышу подрывники сказали привет это эльфийские подрывники бегут куда непонятно куда бегут большой секрет андед отводит битых гулик назад и приводит новых подрывник умирает от магазина господи зачем он вообще их купил для меня остается загадкой видимо мисклик или эльф вдруг резко начал изучать подрывное дело но это не его специализация не его профиль алтарь погибает для меня полнейшая интрига чем закончится игра потому что здесь на этом месте моя подготовку закончил чтобы вместе с вами испытывать искренние эмоции от происходящего так набрасываются на мэй начинают съедать толпа гулей что делать работает еще один мэйн у эльфа проблем вот лес появился лесоруб начал работать не нужно срочно нет лесорубки начал работать то я принимаю желаемое за действительное просто идет охота за дк охота за дк есть еще мана на нож в арденте или нет есть мана на нож дирижабл летает за дк и есть мана на нож нож летит в дк теперь нужно как-то высадить варденку с лесорубом поблощить попробовать помикрить но варденка там сама дышит на ладан дед на это убегает и новая просто толпень огромная банда готова гулей демонстрация из гулей отправляется к эльфу теперь уже на мэйн который который именно на новом мэйне делается тир-2 дерево машет лавками дк откуда ж ты родной ты чего не до контроливает андет боже мой это может стоить ему игры дк но вот сказано агрессивное создание агрессивный дядька пошел разбираться с крипами у него выбиты зубы нет рук ног но он полез на бровях драться и умер варденка продолжает героически аса а это настоящая осада ребята это триста да какие триста два спартанца два спартанца под натиском ксеркса отмахиваются эльф никак не может догадаться что можно построить здания вообще вне базы мунвелов на расставлять а о вов чего угодно и наконец переучить вардена ножи посмотрите ну давно бы уже давным давно бы уже все это развалилась два резака очень бодро наяривают гулей андеду андет недоволен андет недоволен а варденка тем временем 6 левела боже мой сколько же она съела гулей андеду что я и не заметила на 6 левела маска дает мана реген и варденка варечка забегает наконец с ответным визитом чем берленов нанести ответный дипломатический визит ну посмотрела все в порядке у андета все колиты на месте убедилась в этом пошла и думаю за персональным телепортом и за сапожками боже аллилуйя а бог услышал мои молитвы варденка переучилась на ножи закладывается экспант судя по всему а может быть это рудиментарные остатки и вот так вот она умеет харасить дирижабль блин сейчас ищу она же это больше нет маны забыла взять но бывает ну ладно с руки побьем мы не гордые да мы не гордые мы побьем с руки финт финт сетка уже три четыре восемь пятьдесят два финда и ни у кого нет сетки ни у кого из финдов пожалел андет сетку не любит он рыбачить а финды без сетки здесь ну знаете как как порно без женщин как дерево без дятла скучают скучают ну если сетка есть то почему дирижабль до сих пор еще не в ней не ясно третьего левела дк у андета огромная армия но все это может разрулить одноваря у нее толпе колодцев эльф играет вообще без армии три лесоруба три лесоруба на нарезают деревья боже что за дикая страта что за дичь совершенно невообразимая ножи blink раз магазин есть деньги есть на бутыльки маны начинают финды подрезать можно купить панду в принципе blink ножи 2 и варя вот ультимейт бы еще заюзать было бы совсем весело фокус по дк фокус по дк еще одни ножи все красное прекрасно андета лесорубы пошли в бой дк в шоке просто что это за андеты не ожидали таких юнитов у эльфа они не знают из какого здания они вылезают и андет пишет gg совершенно невообразимая игра ну что я могу сказать друзья это конечно это это совершенно совершенная дичь безумство это абсолютная иррациональность это 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 просто это это психоделика какая-то варденко не прокачав ножей отбилась от целой толпы от огромного полчища гулей на одном ноже дирижабли с одним резаком мог ли здесь выиграть андет ну я думаю что нужно было все-таки раньше разведать экспанту эльфа раз нужно было попытаться все-таки застроить зигуратами мейн эльфу это два потому что эти околиты один раз пытались здание построить и на этом их попытки закончились нужно было дк срочно переучиваться на дед пакт дед пакт чтобы как-то нож нивелировать это три ну и не знаю наверное все наверное этого бы хватило потому что у эльфа вообще не было армии возможно андеду да нет ну в принципе он мог с такой армией быстро закрепить ключевые точки получить high level но он решил решил застраивать бог с собой но вот то что он эту застройку почему-то не продолжил как-то робко он ее исполнил вот это конечно был большой минус андеду ну а у эльфа отметим креативность находчивость изобретательность просто потрясающую феноменально отыграл изощренно но затейник настоящий затейник эльф отличная игра и думаю что следующие будут еще увлекательней всем большое спасибо за просмотров подписывайтесь на канал гуд гейма на ютюбе подписывайтесь на мой канал на ютюбе там будет очень много варкрафта как соло так и обзоров с различных топовых ивентов по этой игре ну и много всего другого интересного и конечно же ждем новых работ до дымка будет ссылка на дымку будет в описании к ролику с вами был бани вур большое спасибо до встречи увидимся